Неужели можно набрать не только нагрудки и гречневой каши? Какие же продукты стоит добавить в свой рацион? И выкидываем их. Что же есть для того, чтобы набрать массу? Ну, очевидно, много кушать. А что именно кушать? Наверное, каждый человек, который задавался когда-либо этим вопросом, уже слышал про количество белков, жиров, углеводов, про преобладание белка в своем рационе, и то, что пища должна быть минимально жирной, не должно быть много углеводов и максимум белка. Но так ли это на самом деле? Сейчас мы постараемся в этом разобраться. Например, куриная грудка. Гречневая каша. И все, серьезно? Многие серьезно считают, что набрать массу можно только на куриной грудке и гречневой каше, но это ведь не так. Существует масса, масса продуктов, которые содержат в себе много белка, полезных элементов, и также помогут вам набрать массу, качественную мышечную массу и стать более здоровыми. Поэтому давайте проведем краткий экскурс. Первое. Отношение к еде. Перестаньте жить, чтобы есть. Начните есть, чтобы жить. Перестаньте относиться к еде как к какому-то удовольствию. Еда это всего лишь удовлетворение наших потребностей. Что нам вообще нужно знать, для того, чтобы набирать массу? Потребности. В первую очередь в белке. На килограмм тела должно приходиться от 1,5 до 2 граммов белка в случае массонабора. Второе. Перестаньте есть насыщенные и трансжиры. Это самое худшее, что вы можете сделать для своего организма. Перестаньте есть жиры животного происхождения, а также жиры, которые подверглись термической обработке. Лучше отдавать предпочтение растительным жирам, подсолнечному маслу, оливковому маслу, а также жарить лучше на сливочном масле. Откажитесь от простых углеводов в пользу сложных, или как их называют, медленных углеводов. Какую опасность влекут за собой быстрые углеводы? Во-первых, они значительно повышают уровень глюкозы в крови. Это все приводит к высокой вероятности появления диабета, ожирению и, самое важное, что недопустимо при наборе массы. Понижению уровня тестостерона. А тестостерон, также в совокупности с нашей пищей, которую мы употребляем в течение дня, нашими тренировками, дает нам рост мышечной массы. Также вниз идет самототропин, гормон роста, который также стимулирует наши мышцы расти. И в целом ситуация становится максимально плачевной, поэтому берем быстрые углеводы и выкидываем их. При потреблении простых углеводов вам постоянно будет хотеться есть. Постоянно. Вы только закинете какой-нибудь быстрый углевод, пережуете, походите полчаса и все. Стал резкий скачок, вам резко хочется есть. Бам! Что вы делаете? Вы снова начинаете есть быстрые углеводы. А это недопустимо. Второй шаг. Скачиваем приложение по подсчету калорий, забиваем наши данные, рост, вес, возраст и ведем подсчет калорий. Все просто. Для того, чтобы набрать, нам нужно создать профицит, то есть калорий больше, чем мы тратим. Чтобы они откладывались и шли нам куда правильно, в наши мышцы. Однако у всех этих приложений есть небольшая погрешность, так как они не учитывают скорость вашего обмена веществ и тип строения тела. А у всех он разный. Поэтому нам необходимо учитывать это при подсчете и использовать в свою сторону. Потому что, к примеру, для эктоморфа и мезоморфа эти показатели будут в приложении плюс-минус одинаковыми, но на деле будут совершенно разные. Третье. Тренировки. Не забываем про тренировки. Не забываем про базу. Приседания, жим лежа, становая тяга. Три основных элемента, благодаря которым можно поднять свой десеттерон на значительно больший уровень, что даст нам набирать больше массы. Также немаловажен отдых между упражнениями. Гликоген, благодаря которому наши мышцы берут в себе энергию, вырабатывается в течение 48 часов. Поэтому идеальная тренировочная программа состоит из трех тренировок в неделю для массонабора, благодаря дням отдыха в течение недели. Рассчитываем свой рацион так, чтобы белков было 20%, жиров было 20%, а углеводов было 60%. Многие задаются вопросом, что же важнее, питание или тренировки. На самом деле, все довольно просто. Если вам необходимо набрать, то сколько бы вы ни съели, это все равно без тренировок не перейдет вам в качественную массу. Поэтому, для того, чтобы все-таки набирать, нам, ребята, нужно качественно, много и хорошо тренироваться. А сбросить можно и на дефиците калорий. Немножко о добавках. Многие действительно считают, что протеин является важным составляющим при наборе массы. Но так ли это? Вокруг белка уже образован целый культ. Но действительно ли он так нужен при наборе массы? Несомненно, да. Но не в таких огромных количествах. Лично я советую просто принимать время от времени креатин, что позволит повысить ваши силовые показатели. А след за ним, если вы эктоморф, то и повысить ваш уровень мышечной массы. А вот добавки вроде БЦА и рыбного жира не будут лишними. Неужели можно брать не только нагрудки гречневой каши? Долой стереотипы. Какие же продукты стоит добавить в свой рацион? Чтобы много набирать, нам нужно много мельяных углеводов. А это значит, что нужно есть как можно больше. Каш. К примеру, горох и фасоль содержат такое количество белка, которое содержится в мясе и прочих молочных продуктах. Но при этом гораздо лучше усваивается. Рис. Пшено. Чечевица. Макароны. Смножество медленных углеводов, которые нам так и нужны. Если вам лень стоять готовить фасоль, всегда есть альтернатива. Яйца. Содержат большое количество белка, но нужно быть аккуратными и не переедать, потому что в них содержится много холестерина. Настоящие сокровища – это маш. Его вы точно должны добавить в свой рацион. Его бобы богаты минеральными веществами, такими как кальций, кальций, фосфор, магний, железо, торт, цинк, полевая кислота, натрий. Также пищевая ценность на 100 грамм этого продукта. Жиров 2 грамма, углеводов 63 грамма и белков целых 24 грамма. Творог. 30 грамм белков и 3 грамма углевода на пачку. Это ленинцы кровища. Авокадо. Лучшая замена всем жирам. Брокколи. Сручковая фасоль. Нам нужно максимально сократить быстрые углеводы, то есть всякие сладости. А в этом нам помогут. Горький шоколад. И сухофрукты. Отличной заменой сладостям будут бананы и инжир. Все это можно бесконечно варьировать между собой. Сочетать разные продукты и получать качественные, полезные и главное продуктивные рационы. А сейчас я приготовлю завтрак с заряженным белком. Сварили чечевицу. ПОЖИТА. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.